Огромный синий день Теперь мы расскажем про Ренату подробнее. Ей всего 17 лет, но у нее уже есть серьезная взрослая мечта. Девушка очень хочет жить без постоянных болей. Еще в детском возрасте Ренате поставили страшный диагноз – генетическое заболевание, спинальная мышечная атрофия. Ну, диагноз нам поставили где-то в полтора годика. И то я заметила после прививки, что она не стоит, а прыгает на коленки. И за место, чтобы ползти, кое-как перекатывается. Можно сказать, даже не перекатывается, на коленках ходит. Врачи как приговор поставили, что не лечится. Чисто только для поддержки организмов. Это витаминчики и всякие укульчики. Родители Ренаты за эти годы обошли не одну больницу. Бесконечные процедуры, лечение. Перепробовали все. Но позвоночник девочки с каждым разом искривлялся все больше. И в результате у Рената развился кифосоклиоз четвертой степени. Эта сильная деформация позвоночника не дает девушке свободно дышать. С каждым днем ей все сложнее сидеть, а внутренние органы сжались и вызывают постоянную боль. Несмотря на мучения, Рената не бросает учебы. Она учится дистанционно в 10-м классе. У нас все предметы есть, даже музыка, физра. Нас обучают, ну как в школе, как обычно. Вот в этом году сдаю экзамены, готовлюсь. Ну, готовлюсь часами, тяжело уже сидеть тоже, потому что скорость давит. У меня от этого, то, что пережим получается, у меня пухает нога. Вот вчера вообще сильно было, очень тяжело. Рената не отчаивается. Девочка мечтает стать лингвистом-переводчиком, и сейчас она активно изучает английский язык. Во многом в этом ей помогают песни на иностранном языке. Кроме того, у Рената появилось новое хобби. Она мастерит ловцов снов и дарит их своим друзьям. Ну, она у нас очень активная, живая, любит петь. Маленько эмоциональная, как все дети. Дома она не ходит. Ну, практически она вообще не ходит. Но со совместными усилиями дома ползком передвигается до кухни. Помогает вместе, вот салатики делаем, убираемся. Она на своем рабочем столе, я на своем. Я раньше ходила на настольный теннис, но стоять, ну, я тогда еще могла стоять, более-менее тяжело стоять было, поэтому я перестала. Да, когда-то Рената могла стоять и даже бегать, но болезнь стремительно прогрессирует. Чтобы внутренние органы Рената приняли правильное положение и девочка перестала испытывать постоянную боль, нужна очень сложная операция. Ее могут сделать в нашей республике, в частной клинике в городе Салават. Но для этого родителям необходимо собрать 1 миллион 400 рублей. Для семьи сумма неподъемная, а у Ренаты очень мало времени. Скоро позвоночник примет такую форму, что начнутся необратимые последствия. Если вы можете помочь, отправьте смс на короткий номер 3434 со словом «фея» и после пробела укажите сумму, которую хотели бы пожертвовать. И, возможно, общими усилиями мы сможем помочь Ренате.